Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мир и благословение последнему пророку и посланнику Мухаммаду, саляллаху алейхи вассалям, и всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, субханаху ата'аля, должным образом, и не умирайте, не иначе, как будучи мусульманами. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, преуспеет огромным преуспеянием. О, те, которые уверовали. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, как сообщают в Куране, у Аллаха 12 месяцов. И среди этих месяцов Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, дал достоинство некоторым месяцам. И вот мы находимся в преддверии этого месяца. Мы находимся сейчас в месяце Ша'бан. Но что же значит этот месяц? Что он значит в исламе? Что он значил для посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? И что делал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в этот месяц? И чего он избегал? Каждый мусульманин должен это знать. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передает Усама б. Зайд, radiyallahu anh. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, спросил Усама. И сказал, о, посланник Аллаха, я не видел тебя в другие месяца, чтобы ты так усердно постился, как в месяце Ша'бан. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, Это месяц, который люди забывают, либо же месяц, который люди упускают из своего внимания по причине того, что он находится между Раджабом и Рамаданом. Посланник Аллаха сказал, в этот месяц поднимаются деяния людей, сынов Адама к Аллаху. И я хотел бы, и я желал бы, чтобы когда были подняты мои деяния, я был среди постящихся. Слова посланника Аллаха указывают на то, что люди часто забывают, либо же упускают из виду достоинство этого месяца. Потому что он находится между Раджабом и Рамаданом. Что это означает? Раджаб является одним из запретных месяцов. И месяц Рамадан является одним из благословенных месяцов. Люди делают акцент на месяц Раджаб, а раньше именно воздерживались от сражений, от битв и нападков, нападки племен на племена именно месяц Раджаб, потому что он считается запретным месяцем. А месяц Раджаб, так можно сказать, позволяли себе эти нападки. Это был еще доисламский период. И поэтому у арабов сохранилось знание и некие правила месяца Раджаба. Месяц Рамадан в исламе и для мусульман он является величайшим месяцем, которому люди готовятся на протяжении долгих месяцов. Они же ожидают его. Они скучают за ним. И вот он находится в преддверии. Посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, он сказал, в этот месяц поднимаются деяния сынов Адама к Аллаху, субханаху ва-та'але. И я желаю, чтобы в этот месяц, когда деяния были мои подняты, подняты к Аллаху, то я оказался среди постящихся. Либо же я был постящимся. Вот те, которые уверовали. Сунна указывает на то, что деяния сынов Адама поднимаются трижды, либо три раза. Это один раз в год. Это каждый день. И это каждую неделю. Что касается поднятия деяний сынов Адама раз в год, это месяц Шабан. Как указывает на это хадис Усама б'н-Зейда. Что касается еженедельного, еженедельное поднятие деяния к Аллаху, это каждый четверг, либо же, как в Ривае говорится, понедельник и четверг. А также каждый день – это утром и вечером. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сообщил, что ангелы собираются, спускаются к людям утром на фаджр и вечером на аср. Они там встречаются с друг другом. Утренние ангелы, которые приходят утром, они приходят утром. И они находятся с человеком весь дневной период до асра. И приходят вечерние ангелы, которые сменяют их после асра. И когда они поднимают деяния к Аллаху, Аллах знает, что совершают его рабы. Но Аллах говорит, в каком состоянии вы их застали, либо же оставили? Они говорят, мы пришли к ним, они молились, и мы оставили их молящимися. И поэтому в этот месяц, в месяц Шаабан, является сунной. Чем больше может верующий поститься, тем лучше. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не постился этот месяц весь. Он большую часть этого месяца постился. Но он не постился ни один месяц, кроме месяца Рамадан, целый месяц. В хадисе, который сообщает Айша, она сказала, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не постился никакой месяц, то есть полный месяц, кроме месяца Рамадан. Но он постился большую часть, либо же много дней из месяца Шаабана. Потому что в этот месяц поднимаются к Аллаху деяния сынов Адама. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также указал в сунне на достоинство середины этого месяца. То есть середины месяца Шаабан, а особенно на его ночь. Но хочу сразу заметить о том, что существует много хадисов, которые указывают на достоинство середины месяца Шаабан. Но большая часть из них является слабыми и более достоверными хадисами относительно середины месяца Шаабан является следующий хадис. Хадис, который передает Абу Муса Аль-Аш'ари, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Всевышний Аллах в середину, либо же в ночь середины месяца Шаабан смотрит на деяния сынов Адама. И прощает Аллах каждому, кроме многобожника или враждующего». Данный хадис указывает на то, что в эту ночь, в середину месяца Шаабан, а особенно в ночь середины месяца Шаабан, Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, прощает грехи сынов Адама. Прощает верующим. Кроме многобожника, кроме того, кто совершает ширк, и кроме того, кто враждует, этот хадис указывает на достоинство середины месяца Шаабан. И хочу заметить следующее, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не выделял месяц Шаабан никакими другими деяниями, кроме поста. И как делали праведные предшественники, читали часто Кур'ан, делали зикар, давали садака. Но не выделял середину или ночь середины месяца Шаабан определенными зикарами или определенными коллективными молитвами или провождением всей ночи, как, например, ночь могущества или ночь предопределения. И поэтому следует знать, что все, что помимо поста, является нововведением. Вместе с Шаабан коллективные молитвы, коллективные зикры являются нововведением. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ничего из этого не делал. И поэтому часто люди оставляют важнейшее, это сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они не постятся в месяц Шаабан, либо же некоторые дни месяца Шаабан. Они не делают садака, например. Они не читают Кур'ан для того, чтобы, когда деяния были подняты к Аллаху, были подняты в том положении или состоянии, когда он это делает. А начинают проводить различные вечера, середины ночи и тому подобное. Говорят, а что в этом плохого? Мы ведь собираемся, поминаем Аллаха, молимся всю ночь, читаем салават и тому подобное. Ничего в этом плохого нет. Плохое в этом то, что это Аллахом не принимается. В хадисе, который передает Айса, рады Аллаху анга, она сказала, она сообщила, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто совершил деяние, на что не было нашего указания, то есть указание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то это деяние будет обрублено, то есть не принято Аллахом, субханаху ата'алю. Если оно не будет принято Аллахом, тогда зачем себя мучить? Зачем тогда тратить это время? А принято Аллахом деяние будет это, постоянно которое совершал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из первую очередь обязательной молитвы, пятикратная молитва. А затем пост, как постился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, без сомнения сюда относятся также достоинство чтения Кур'ана. Всегда. И без сомнения в месяц шабан. Праведные предшественники часто давали в месяц шабан садака, для того, чтобы человек подготовился к Рамадану. И поэтому этими деяниями человек, на эти деяния указывает сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому этими деяниями человек на самом деле сможет приблизиться к Аллаху, получить милость Аллаха и его прощение. А не заработать грех, оставив сунну, и выбирать или делать различные мероприятия, на которого нет указания. Вот те, которые веровали, просите у Аллаха прощение, ведь он прощающий, милосердный. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, что Всевышний Аллах прощает всем, кроме многобожника, и кроме враждующего. Многобожий является величайшим грехом в исламе, самым губительным, самым великим грехом, который Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, не простит человеку, если он не покается при жизни. Аллах говорит, «Инна Аллаха ла ягферу айюшрака бихи, ва ягферу ма дуна далика лиман яша, ва ма юшрик биллахи, фа кад балла балалам ба'айда». Тот, кто, Аллах говорит, поистине Аллах не прощает приобщение к Аллаху равных, но прощает все, что меньше этого. А тот, кто приобщит к Аллаху равных, он впал в глубокое, далекое заблуждение. Вот те, которые уверовали. Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи и салям, говорит многобожник, он не говорит про кого-то другого, про известных многобожников, которые были в его времена. Он говорит про мусульман, который совершает многобожие. Тогда вопрос, разве мусульманин может совершить многобожие? Один вопрос. Мусульманин говорит «Ля иляха, илля Аллах». Мухаммад ар-расулулла читает пять намазов. Разве он может приобщить к Аллаху равных? Тогда почему посланник Аллаха, салаллаху алейхи и салям, говорит, что Аллах прощает всем, кроме тому, кто совершает черк? Это говорит о том, что верующий должен беречь свой иман, и мусульманин может совершить черк. Самый распространенный черк, самое распространенное многобожие среди мусульман, это ношение амулетов, ношение оберегов, это обращение к колдунам, к предсказателям, а также обращаться к пророку, к умершим, к аулия, к шейхам и тому подобное. Когда они умерли, приходить к их могиле и говорить «О, такой-то святой, помоги, защити». Это есть сегодня среди мусульман. Это говорит о том, что мусульмане могут приобщить к Аллаху равных, порой зная это, а порой не зная этого. Посмотрите мечеть посланника Аллаха салаллаху алейхи ассаляму. Тот, кто проходил у его могилы, он видел. Есть люди, которые проходят и говорят «Саламу алейкум, я Расул Аллах» и проходят мимо. Есть те, которые стоят и ревут возле его могилы и говорят «О, пророк, защити! О, пророк, помоги! О, пророк, дай!» Как будто бы Аллах умер, как будто бы Аллаха не существует, он обращается к умершим. Шайтан настолько ввел заблуждение людей, что они ищут все пути, которые уводят от Аллаха, а не приводят к нему. Берегите свой иман, не обращайтесь никому, кроме как к Аллаху. Если вы нуждаетесь в защите и в помощи, не ищите это у оберегов, амулетов, не ищите это у умерших. Ищите у Аллаха живого, слышащего, видящего. И тогда человек убережет свой иман, убережет свою веру. И также посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, говорит, и Аллах не простит человеку враждующему. Это человек, который несет в своем сердце злобу к своему брату-мусульманину или к своей сестре-мусульманке. Ношение внутри себя злобы – это плохой показатель веры человека. посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, зная, что люди, они эмоциональные, да, они могут поругаться, они могут поспорить, но он им дал три дня. Три дня на то, чтобы они остыли. Три дня для того, чтобы они простили друг друга и освободили все, что в их душах. И дальше вели себя, как братья. Но не больше этого. И поэтому посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, который передает Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, каждый четверг, каждый понедельник и четверг, Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, открывает врата рая и прощает каждому, кроме того, кто приобщил к Аллаху равных, кроме многобожника. И кроме верующих братьев, которые поссорились, несут друг друга у себя в душе злобу до тех пор, пока они не померятся. о тех, которые уверовали. Злоба или по отношению к друг другу, она не присуща верующему. В меру человеческой физиологии, в меру человеческих эмоций, да, человек может разгневаться, обидеться, поругаться, но это не должно превышать трех дней. Три дня – это время, когда посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям оставил верующему, чтобы он остыл, но не больше этого. И поэтому каждый, кто желает быть прощенным, пусть умеет прощать. Аллах говорит, Ирхаму ман фил арди, Ирхаму кумма фис сама, ман фис сама. Милуйте, прощайте тех, кто на земле, и помилует вас тот, кто на небесах. Удивительно иногда видеть людей, которые выстраивают связь с Аллахом и говорят, о Аллах, прости, о Аллах, даруй, о Аллах, помоги. А рядом с людьми он самый худший человек, худшие у него отношения и худшее поведение. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, приблизит тебя только тогда, когда увидит, что твое сердце чистое. Ты такой же праведный пытаешься быть с Аллахом, таким же ты праведным должен быть с людьми. И поэтому в человеке есть это, черствость, в человеке есть обида, злость, ненависть, но это эмоция, которая проходит, если человек ее отпустит. И он это сделает ради Всевышнего Аллаха. И поэтому бойтесь оказаться в этот месяц, в месяц Шаба, когда поднимается деяние сынов Адама к Аллаху, когда Аллах прощает всем, но ты окажешься не среди них. Бойся оказаться среди них. Если ты совершил какой-то поступок, в котором нарушил права Аллаха, ты носишь амулеты, обереги, сними это непременно себе. И покайся перед Аллахом. Если ты обращаешься к умершим, говоришь, о пророк, о святой, помоги, защити, то покайся перед Аллахом. Аллах прощающий, чтобы Аллах тебя простил в этот год. А также, если у тебя есть злоба, обида или ненависть, отпусти ее. И спеши оказаться прощенным среди прощенных, нежели изгоем среди прощенных. Вот те, которые уверовали. Также в некоторых риваятах сообщается, кого Аллах не прощает в этот месяц, это тот, кто порвал родственные связи. Это тот, который не общается с родственниками. Тот, который разорвал и говорит, они мне уже не родственники. Я их не хочу видеть и не хочу слышать. Это не поступок мусульманина. Мусульманин тот, кто соблюдает и укрепляет родственные связи. Если ты не можешь навестить, позвони. Если ты можешь навестить, навещай. И соблюдай родственные связи, даже если твои родственники являются не мусульманами. Даже если они являются не мусульманами, то родственные связи и сохранение их является важным в исламе. Я прошу Всевышнего Аллаха простить нам наши грехи явные и тайные. Просить у Аллаха прощения, ведь Он прощающий и милосердный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok